НГПУ В университете города Гента, Бельгия, студенты ФИЯ могут обучаться ежегодно в течение семестр. НГПУ стартовал международный проект, объединивший студентов России, Германии и Франции. Российская его часть посвящена теме «Культура и кросс-культурное взаимодействие». Весной русские водили хороводы. Хороводы переносились из избы на улицу, на травку, на землю. Это было направлено на хороший урожай. И мы сейчас с вами один такой хоровод поводим. Сеяли по воле, приговаривали. Сеяли девушки, я работаю в мир. Сеяли девушки, я работаю в мир. В рамках международного проекта, направленного на кросс-культурное сотрудничество и развитие, 30 ребят до 15 из каждой страны прибыли в Новосибирск, чтобы узнать загадочную русскую душу лучше. Для этого студенты-иностранцы проживают в семьях российских участников проекта, где, по словам ребят, их радушно принимают. «По большей степени все было непонятно, потому что в России они впервые, очень многие. Нужно было объяснять правила культуры, правила поведения некоторые. Очень сложно общаться с родителями было, потому что у нас как принято, пришел гость, нужно накормить от пуза, все. А они в основном не завтракают. Поэтому у меня у мамы вообще был в шок, как так человек утром проснулся и не хочет завтракать. Но многие этим, правда, пользуются. У них правильно, по традициям, если ты пришел в семью, ты должен съесть все, что положили, даже если тебе не нравится. Поэтому матушка так сгорует, добротно». «Пельмени, конечно, обожаю пельмени. Тоже покупала для меня мороженое, пленбир, который во Франции вообще нет. И еще что, блины тоже. Ну, все, что вкусно». «Так как я очень давно уже живу в Германии, я эту разницу уже всегда видела, что как мама с папой, как они думают, что они думают, какие у них нормы. И что у меня, например, это поменялось. Я бы сказала, я стала больше как немка. Поэтому мне это очень интересно». В работу международного форума был вовлечен весь университет. В учебных аудиториях и холлах вуза звучала английская, немецкая, французская речь. Пять дней стали временем практически круглосуточного изучения языка, обмена культурными традициями, экскурсий, тренингов и мастер-классов, а также посещения культурных мероприятий, выставок, театров, концертов, музеев. Прошло и спортивное мероприятие. Но главное, что студенческая субкультура стала для представителей трех стран абсолютно общей и понятной, независимо от национальности. «Мы успели хорошо познакомиться с ребятами. Я не знала раньше, как живут русские, как оказалось, мало знала я немцев. Теперь я уверена, что здесь очень ценятся именные отношения, а еще я попробовала несколько русских блюд. Я не могу рассказать каких-то стереотипов, но, оказывается, пиво любят не только в Германии». Руководители этого проекта Ангелика Рингер, Жильберга Аше и Вольф Диттершмитт уже неоднократно посещали педагогический университет, проводили мастер-классы для студентов и преподавателей НГПУ. Так, Вольф Диттершмитт, доктор наук, профессор Кёльнского университета, является почетным профессором НГПУ. По мнению кураторов, этот проект помогает раздвигать границы каждой страны, показывая ее изнутри. Возможно, если бы подобных проектов было больше, то обстановка, существующая сегодня в мире, была менее напряженной, говорят участники проекта. «Мой партнер в этом университете, декан Фия Екатерина Костина и я, ни на секунду не сомневались о проведении проекта. Мы знали о международной напряженности, но тем не менее решили, что мы должны сделать этот проект. Не возникало даже вопроса о том, нужно его делать или нет. Мы просто сделали это». «Неделя пролетела незаметно. За это время ребята успели по-настоящему подружиться и привыкнуть друг к другу. Стороны договорились о продолжении сотрудничества. Вторая часть проекта пройдет в городе Ахен, Германия. Культет иностранных языков планирует подавать заявку на новые международные проекты. А значит, впереди у студентов НГПУ новые знакомства, знания и страны».